здравствуйте уважаемые телезрители на тв программа золотые перья я владимир банщиков как обычно по дамы обсуждаем свежие республиканские еженедельники сегодня гости в нашей студии постоянный представитель еженедельника малоеж бурятий в нашей программе ольга носова здравствуй оля пожалуйста вот с чего начнем начнем пожалуй с самой интересной темы на этой неделе самое интересное потому что автор молодец я согласен потому что она волнует очень многих жителей уланды именно поэтому эта тема общественного транспорта власти сейчас собираются пересматривать программу развития транспортной системы ланудэ 2013 года вносить мне изменения и связи с этим мы решили посмотреть вообще как у нас работает общественный транспорт именно маршрутки имеется ввиду не трамваи и везде ли этот транспорт доступный комфортный удобный и и прочие моменты я так понимаю судя из заголовка выводы крайне неутешительны до вывода крайне неутешительны потому что оказалось что если в центре улан-удэ у нас дороги перенасыщены общественным транспортом да маршрутами то на где-то за двор как города допустим микрорайон на окраина на окраина там транспорта наоборот не хватает вот частности был скандальный случай когда этим летом поселок светлый вообще остался без маршруток то есть людям пришлось три километра идти до остановок и ждать маршрутки которые возможно их возьмут возможно не возьмут то есть влезут туда люди не влезут бабушка надо вот такая проблема и мы решили вот немножко посмотреть как маршрутчики смотрят на эту ситуацию да что они говорят ну маршрутчики конечно говорят о том что сейчас если власти соберутся менять небольшие маршрутные такси на громоздкие автобусы то это тоже им не выгодно ну как обычно у нас маршрутчики говорят ну понятно один большой автобус заменит две маршрутки естественно кто-то останется без работы но оказалось что и сами лондонцы немного против этой инициативы допустим менять да на большие автобусы потому что у нас очень узкие дороги вот это да будет совершенно неудобно ездить конечно если не дай бог автобус сломается но это вообще все это тогда это катастрофа особенно если как у нас часто бывает случается на элеваторе ну в общем подробнее об этом можете прочитать в нашей статье мы все самые проблемные моменты осветили замечательно едем дальше да еще одна тема тоже очень интересно особенно с началом учебного года ее поднял геннадий тарасович башкуев он написал о том что в последнее время много говорится о развитии вузов развитие образования высшего среднего образования да в лицеях но никто не говорит о том что нет профориентации у школьников в частности все упк позакрывали ну да в частности вот был составлен рейтинг в этом году потому как выпускники 2016 года смогли устроиться выпускники медседу бурятских вузов смогли устроиться найти себе работу оказалось что лишь 20 процентов выпускников вообще не смогли никуда устроиться пошли не по специальности то есть зря учились и очень от этого пострадали и зря учились погорячилась учиться никогда не зря никогда не поздно может в будущем пригодится они не смогли устроиться поэтому у них по крайней мере такое настроение и на самом деле геннадий башкуев пример барнаула где профориентация введена в старших классах там на самом деле не старший класс восьмого класса по 11 введена профориентация и дети уже выпускаясь знают на что им упирать на какие предметы да куда они будут поступать как будут сдавать егэ и там решилась немного проблемы именно с безработицей то есть дети стали выбирать не экономистов юристов специальности а именно рабочие специальности и эта сфера инженерные которые востребованы эта сфера занята сейчас ну и как обычно напоследок третий материал такой жизнеутверждающий позитивный вот что приготовил что приготовил молодежь бурятия своему читать в рубрике спорт мы посвятили статью вопросом осени то есть после летних каникул летних отпусков люди обычно перестает заниматься спортом расслабляется расслабляется да начинают накапливать жирок уже потом зимний жирок и мы взяли решили просто спросите мэтров скажем так спорта о том какие советы они могут дать по мотивации для того чтобы начать заняться спортом чтобы начать поддерживать свое здоровье спрашивали значит таких известных людей как андрей пичугин допустим до персонального тренера и рекордсмена который был у нас создал методику свою до силовой триатлон очень известный человек максима кима главного судью всероссийской федерации тэквондо жаргала очирова ну о том что именно они посоветовали да можно сказать одним словом они посоветовали не расслабляться не впадать в хандру и далее очень такой обзор очень интересный да о том что спорт все-таки во время спорта занятий вырабатывается гормон счастья поэтому это помогает бороться с депрессией именно осенью самое время заниматься спортом и не бояться самая депрессивная пара года по моему да осень считается правда я не знаю что такое депрессия поэтому не касается я спортом занимаюсь любимым что и вы наверное советуете нашим читателям вашим читателям и нашим телезрителям вот в данном материале молодежь бурятий спасибо большое за участие в программе привет лично олегу васильевичу редактору как обычно замечательный номер как обычно очень креативно позитивно и главное конструктивно вот я бы так сказал спасибо уважаемые телезрители это была программа золотые перья на т.в. увидимся через неделю а а и а и Субтитры подогнал «Симон»